Ладно, вылазим. Он встать не может. Хозяин, выкатил меня из-за стола. Он сам в отпуск превратился вообще. У тещи как-то блина. Она угощала пельменями. Еще маленько, да еще. Да я уже на первом пельмени сижу. Надо угощать, да меру знать. Теща одного угостила и говорит, он говорит, а как это называется? Она говорит, кисель. Срода не думал. Что кисель, кисель. Не видит, кисель-то где. Перед ним лужа, после дождя. И забыл, как звать. Кисель-то. Но потерял. Вот туда залез, в лужу-то вот. Там кто-то идет и говорит, что ты ищешь? Он говорит, да потерял. Такое, прямо очень хорошее, вкусное. Он говорит, что ты найдешь, чтобы воду там забудил, как кисель. У, нашел. Вы думаете, это рассказ просто? Это в жизни. Вот мы считаем, у одного человека написано, там у Чехова, лошадиная фамилия. Знал? У него зуб заболел, убарил. Ну, что делать? Вырывать надо, лечить надо. А он забыл, как фамилия этого врача. И слугам говорит, там, какой-то обещает награду. Припомните, ну, какая-то лошадиная фамилия. Ну, кто? Хомутов. Нет. Телегин. Нет. Оглоп, блин. Там его. Уздечкин. Седлов. Все перепробовали на лошади. Нету. И каждый знает, награду получить. Что ж такое еще не говорили? Это Кобылин был, Желебцов был. Не то. Ну, что я сделал это? И один тогда подошел и говорит, а может быть это вот так? Он говорит, не надо, уже я сам нашел. Что? Овсов. Овсов. Он лошадей овсом кормит. И Чехов из такого маленького события написал хороший рассказ. А Чехов-то сколько жил? Совсем мало. 44 года. А чего он умер? А щекотка? А что такое щекотка? Туберкулез. Туберкулез. Там. Вот тогда еще не было этих лекарств. Они написывают о себе, как от того Полцовского. Я говорю, вижу. Отец, что считаете, известно. Глубь, белка, задрожали плечи, он заплакал. Я спрашиваю, что такое, он говорит, Чехов-то умер. Его любили. Он простой был. А кто у него жена была? Женщина. Чехов. И она жила дольше, его щеки, 50 лет. Она была артистой. И получила вовремя красного красного знамени. Женщина живет дольше. В силу своей природы и прочее. Но не всегда. Сними-ка еще. У нее эмоции, Надюна давили где-то, она заплакала и со слезами. А мужчина в себе это держит, и сердце у него все болит. Считается неудобно, а еще неудобно. Иисус прослезил, когда он умер. Этого не надо бояться. Надо, дай Боже, слезам. Вот написано, Павел говорит, я со слезами день и ночьющил у вас. Когда вы видели проповедника, который учил бы со слезами? Простой вопрос. Видал хоть раз, Виталий, чтобы смещение, учил бы со слезами? А ты? А Павел каждый день учил, учил бы со слезами. Три года, половина и день и ночью. А почему это дар? Вот у Володи дар есть, вы знаете, какого? Он не просил стать космонавтом. А научил, Господи, меня правильно щурки колоть. Я говорю, у Бога выпросил этот дар. Правильно? Да. Да. И с ним никто не соревноваться не может. У него дар. Это вот этот куча, который, он мог намного раньше ее сделать. Я говорю о даре, дар слез. Если ты его выпросишь, ты не знаешь, что он выпросил. Я вам рассказываю. В одном месте собрались. Там молодежи не было, все пожили. Я один был, мне 23 года. И они собрались по тому случаю, что должен приехать какой-то брат. Это сектанты. Вот. А он не приехал. А до него сумели достать Библию. Библию достать в то время было. А там форс, и бывало, и ватили из Финляндии. И они мне подарили Библию. Ну, я недавно убернул. Но для меня это было настолько важно, настолько неправдоподобно. Они мне говорят, ну, какое-то слово ответное скажи, Библия. Я вышел в коридор, там одежа висела, я вотнулся в одежу. И пока они уже не разошлись, я не мог отойти. Плакал и плакал, и плакал. И с того времени, вот Бог, зная мое желание, дал мне этот дар. У меня в жизни сколько раз было такое. Бывает падает человек, отступает, я вижу где-то. И тогда, у меня даже обезвоженный организм не отступает. Я плачу и плачу. Если у меня на полу полу весь не плачет. Вот у меня и новый завет есть. Берешь, а он весь весь сморщенный, это слезы. Я на молитве молился, он весь пропитан слезами. Это дар. Я спрашиваю, а ты знаешь, что это нет? Ну, как я тебе могу сказать, что это такое? Это нельзя сказать. Это особое сопереживание. То есть, тебе надо молиться и молиться. Выпроси это дар. Я просто советую. А когда ты сам молился? Когда у тебя были постоянные ночные молитвы. И когда ты поймешь, что это такое. Я вчера Марина ей говорила, она вчера, мне объяснять ничего не надо. Прежде чем вам что-то сказать, делать. Я уже на несколько раз, разные варианты пробую, как поехать сейчас на урывку. Я проиграю, проиграю варианты. Еду договариваюсь с ними. Кто раньше должен поехать. Как оставить, в каком виде поехать. Я все эти варианты перебираю. И поэтому тот вариант, который я даю, вариант, он самый-самый оптимальный. С большей скоростью. И вернусь к занятию, у меня точка, отправная раньше в Евгению из храма. Хотя, когда на Благовестие ездили, мы выходили раньше. И там охота побыть подольше. И, наконец, я вот все это совместил, чтобы побольше побыть. Там будут вопросы. А могут угощать. А мы скажем, ладно, мы будем поедать. Но на всякий случай хлеба возьмите. Это когда в епископы ставят, то они речь готовят. А речь такая, что я никогда не думал, я не достоин, чтобы епископы. Я прах и пепел. А чемодан-то открывает, а вот там все уже у него сшито по форме. На епископы как надеть надо. Ничтоже сумняшися. Замуж не собирался. Приданное, венцы все уже давным-давно заготовлены. И здесь такая же история. И всегда говорят епископы, и нищесоже, вопреки глаголову. То есть ничего вопротив не говорил. Я знаю, это трудно, я не хотел бы. А с полным чемоданом денег приехал, чтобы покупать эту должность. Речь шла о огромных деньгах. И таких, если узнают, они должны быть измержены. Я знал протоиерея, который знал всех вот этих исцелателей счастья. Он князь. Сказать, он бедность такая. Вот епископ, когда делает объезд, то куда он едет, его обязаны кормить там, на дорогу дать, всем дать. И в священии бывает все продает, чтобы только выключить. Ну и один протоиерея меня спрашивает. Вот такие поборы. Ну если быть один епископ патриархии, чтобы без поборов вот так приехал, выступил, выслушал, ответил, помог и дальше. Я говорю, как? Знаете, живого? Не по житьям, я говорю, конечно, живого. Их тоже это, я говорю, наш епископ. Ефтихий. Тринадцать лет был. У него, наверное, тосков даже не было. Он бедный, как говорят, церковная крыса. Ничего не было нищего, он сам все делает. Но батюшка, когда едет, конечно, платил, там, ерень, и платил из-за того, что есть. Что нас десятина все решает. Вот как. Даже найти, это невероятно. Надо научиться делать это все бесхорыстно. Вот представьте, мы сейчас, вот вчера были, помогали там сколько-то, а мы сегодня утром пришли. Что вы хотели? Ну мы вчера у тебя работали, что не дай нам. Даже говорить это смешно. Там больше потоптали, что-то сделали. Ну ладно. Ну ладно. Ну ладно. Лев вылазит из-под стола, надо дать ловить так. Господи, 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 слава Тебе, Боже всемогущий, хвала Тебя, любящий наш Отец Небесный. Благодарим Тебя за милости, явленные нам и в этот день. Ты собрал нас, чтобы едиными устами славить Твое святое имя. Да будет Тебя день посвящен прославлению Твоего Дима имени и дел Твоих чудных и непостижимых. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Спасибо, Христос.